Всем привет, друзья! Вы на канале Шедлигровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы снова привет соседей. Сегодня будем собирать манекена. В прошлой серии мы собрали тортики, разложили их в комнате. И сегодня наша цель пригласить гостей. Гости находятся в разных местах. Как минимум четыре, по-моему, надо, да... Да, четыре надо собрать. И плюс ко всему у нас ещё есть зелёный ключ, который мы применим попозже. Нет, давай, наверное, в угол, иначе я тут буду бегать, куда-то затащу. Пусть там лежит. Всё, отлично. Зонтик оставляю при себе, он нам пригодится. Так, музыка у нас остаётся тут. Монтировка, ключ, всё, это уже не нужно. Это уже в прошлом. Ну что, погнали. Первый манекен находится вон там. Второй манекен... Подождите, я сейчас соображу, где второй манекен находится. Вот здесь, в окне. Он всегда смотрит, просит о помощи. Третий манекен вон там. Где же четвёртый манекен? Подождите, я что-то забыл. Где четвёртый манекен-то, блин? Ладно, пошли. Начнём, наверное, с первого. Сосед, извини, я прямиком через твой дом. Мне просто... Уйти, блин! Мне просто лень оббегать. Я уже вообще обнаглел, да? Ладно, давайте мы тогда просто окно разобьём. Раз он такой нехороший человек. Сейчас наверх залезем быстро. Это что такое? Это мусор. Это мой мусор, кстати. Так, сосед. Блин, уже забил досками окна. Собака. Ну, быстрей только. Давай, давай. Опа! О! Так, ладно. Наша цель сейчас следующая. Собрать всех манекенов. Я, кстати, помню только, где три находятся. Где же четвёртый? Фиг его знает. Так, тут главное сейчас не попасть под поезд, который здесь обычно ездит. Давай быстро на крышу. Всё, мы уже залезли. Здесь находится первый манекен. Мы уменьшили сад, кстати, в прошлой серии. Почти. И теперь, по идее, мы должны сюда попасть без препятствий. Но! Но препятствия, чё-то меня всё равно не пускают. Так, вот здесь. Кстати, впервые делаю это. Поднимаюсь на эту вышку. Никогда раньше здесь не было. Обалдеть, весь город видно. Даже воздушная церковь, смотрите. Она парит в воздухе. Шатается, между прочим. Водонапорная башня. Там город. Мы там жили. Мы оттуда приехали. Прикольно. Прикольно, прикольно. Этого я не видел раньше. Ну ладно, мы здесь на месте. Вот один манекен. Ну это, это понятно. Это наш манекен. Это наш клиент. Мы его берём с собой. Теперь нам нужно найти ещё три. А где их найти три? Кстати, нам также надо попасть вон туда. Это место тоже важно. Это ещё один есть. Это ещё один секрет связан с этим местом. Поэтому очень аккуратно летим на медведя. Очень аккуратно. О, я говорю очень аккуратно. Да, мы попадаем вот сюда. Ну тут ничего интересного. А вот здесь лежит семечко. Эта семечко нужно нам будет посадить. Так, всё. Мари Поппин слетим далее. Подожди. Так может сразу захватим ещё один манекен. Где ещё один? Блин, я забыл. Где ещё два манекена? Три манекена. Я ещё могу одного взять с этим. А, всё, вспомнил. Один же, что у нас на мостике ездит. Точно. Четвёртый там стоит. Всё, всё. Я вспомнил, где четыре манекена. Поэтому желательно бы сейчас нам с вами иди в нафиг. А вон я его вижу. Подожди, где я? А, всё нормально. Так, давай сюда. Отлично. Ну просто виртуоз. Я думал, с первого раза я сюда не попаду. Нашли ещё один, кстати, манекен. Так, всё, у меня больше не влазит. Всё равно уже никуда и ничего. Отсюда можно уходить. Опять же проверяем здесь. Здесь номерок, который мы запускали. Лифт. Я волнуюсь очень. Вы не думайте, что я тут налегке всё делаю. И это всё страшно. Где я? Не знаю. А где я вообще? А, я у соседей. Кстати, 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 кстати. Кстати, тут надо будет одну вещь провернуть. Я, правда, не знаю, как проворачивать. Ладно, давайте сначала мы сделаем наше дело. Кстати, здесь что-то должно было быть. Или здесь? По-моему, здесь должно было быть. А уже нет его. Ладно. Значит, у меня информация устаревшая. Да закрой ты зонтик, блин. А что ты за мной бегаешь, если я не у тебя во дворе, старик? Я не у тебя во дворе, успокойся. Ладно, дело в следующем. У нас есть семечко. Манекены пока что давайте выложим. Мы их потеряем. Пусть они пока постоят у меня дома. Они грустные. Всё-таки я тоже одинокий парень. Поэтому компания мне не помешает. Теперь я беру вот это семечко. И мы должны его посадить здесь. По-моему, я его посадил. Да? Ну да. Оно сюда залезло. По крайней мере, должно было залезть. И теперь мы с вами должны это всё дело... Если у меня здесь есть лейка, нет ли... А, есть у меня чайник. Отлично. Его надо полить, наверное. Наверное, один раз. А может быть и сто раз. Точно не помню. Но в любом случае... В любом случае, палить нужно. И когда-нибудь... Спустя годы... А может быть даже десятилетия... Здесь должно зайти дерево. По-моему, семечко попало туда, куда надо. Но я его... Не знаю. Попал я, не попал. Ну, короче, я палил. Ещё надо палить так, наверное, раз в 200, по-моему. Чтобы хоть что-то здесь появилось. И то меня берёт сомнение, что... Что семечко попало в землю, а не куда-то в текстуры ушло. Всякое бывает в этой игре, поэтому я ничему не удивлюсь, если оно у нас ушло в текстуры. Ну, собственно, там... Ну, ладно. Давайте, в общем, по порядочкам. Давайте сначала разберёмся с манекенами. Я вот не знаю, куда я его засунул. Вот в какой вот... Где поливать именно? Просто землю, в которую засунуто семечко. Как бы бугорок какой-то появил. Ой, я чуть не разбил. Гостя, держись, гость. Нет, мордой в пол. Бывает. Держись. Так, подожди, сейчас ещё, ещё, ещё чуть-чуть. Давайте уже три раза полью его. Давай его три раза полью. Мне надо хотя бы увидеть, что оно живо. Или живо. О, чё-то есть, да? Да, чё-то растёт, друзья, растёт. Растёт, растёт, растёт. Пошёл процесс. Всё-таки его посадил, правильно. Растёт наше семечко. Я волновался, что может быть бак. Нет. Если его поливать раз 800-900, ну, полжизни своей цвета ты будешь поливать. И не лениться. Рано или поздно у нас будет большое дерево. А вот что дальше делать, я не знаю. Чуть не нашёл ещё один ингредиент для нашего секрета. Ну, смотрите, появляется. Говорят, часа 3-4 реального времени надо посвятить, чтобы вот это вот, вот это вот семечко выросло. Кстати, если бы у меня было побольше, бы... О! Леечка. О! Ведёрко. Вот так я сейчас быстро по 4 буду носить. Ещё и вёдрами буду таскать. А ну давай зонтик пока выложим. Конечно, нам ещё может понадобиться. Хотя я точно не уверен. Второго сейчас ещё завали. Подожди, там сосед нам вёдра ставил. Ну ладно. Обиделся, что ли? Подожди, так у меня тоже всякая фигня должна быть. Закрой его. Это ужас. Где-то ещё должно быть ведро какое-то. Там мусор. Что, у меня нет вёдер, что ли, дома? Мне интересно, сейчас вода наливается, а у меня в ведро нет? По-моему, да. А ну пошли попробуем ведром палить. Ну лучше лейкой, конечно. Лейкой удобнее. Ты хотя бы... О, смотри-ка, оно большое уже. Оно растёт. Нет, ведро что-то мне не работает. Я огорчён. Мне нужны чайнички. Как-то ведро тоже должно, не знаю, заполняться. Может, ванная? Оно живое. Целай. Оно живое. А вон ещё одно ведро есть. Так я не понимаю, как с ним работать. Вот так? Да. А раздеваться надо, чтобы набрать ведро воды? Это и так просто. О, я налил. А ну давайте леечку. Нет, чайник у нас должен быть налит. Вставай. А ну давай леечку. А ну побежали. Сейчас тройной удар сделаем. Ну что, я его уже вижу из-за забора. Идёт процесс? Идёт. Смотрите, вот это один из секретов. Кстати, привет сосед. Ого, леечка. Ребята, это не леечка. Это волшебная вещь какая-то. Так, давайте дальше. Я, кстати, ещё кое-чем могу полить. Ну, не буду. Вот урод. Спортил мне поливалку. Уйди, блин. Я тебе мешаю заниматься твоими делами. Я дерево выращиваю. Кстати, которое растёт, в принципе, ничего. Так себе. Относительно. Ладно, я ещё наполню леечку. Леечка, кстати, вообще вместимость... Как будто 16 вёдер в ней. Что это за истерик, блин? Как будто у меня чайник горячий в руке. Давай, набирай ещё его. Готово. Тут вообще не слышно, как набирается. Вместимость сумасшедшая, конечно. Так, всё, нашёл. Сейчас я попробую ещё раз. Ничего, неплохо растёт. Ну, очень медленно, конечно. Очень медленно. Оно и само будет расти, но с водой быстрее. Хочу хотя бы до... Приличного размера его вырастить. О, вода пошла. С ведра, кстати. Вот мне... Иди нафиг. Вот мне интересно, а если я поставлю вот эту вот штуку? Какая из них, блин, выращивала растения? А представьте, я ж могу это сделать. Ну, давай это всё выбросим. Короче, давай займёмся манекенами. Дерево-то по себе растёт. Это главное не перепутать. Я не помню, какой из этих... Что-то какая из этих штук взращивала, а какая уменьшала. Поэтому мне надо залезть, наверное, опять к нему. Ну, что мне надо? Помидоры попробовать. Забрать как раз манекен. О, там-то есть помидоры, мы как раз попробуем. Давай. Может, поставим граммофончик, и оно затащит? Вполне возможно, давай. Давай-давай-давай-давай. Нам ещё два манекена забрать надо. Я знаю где они, только мне, блин, зонтик нужен был. Один. А я зонтик не взял, красавец. Так, не здесь. Всё, главное, чтобы нас не задавили. Ну да, вот про это я говорю. Давай-давай, проезжай. Давай, мне на следующую станцию надо. Я не хочу с тобой связываться. Нам ещё два манекена надо взять, а потом идти на праздник. А, вот сюда мне. Так, есть. Давайте пока не будем использовать граммофон, иначе мы отсюда не вылезем. Где тут наш друг? А вот он стоит. Так, это третий манекен, иди к нам. Отлично. Блин, был бы зонтик, сейчас бы забрал всё. Зонтика нет. Так, третий манекен у меня, всё в порядке. Ну, давай попробуем. Так, отлично. Это то, что надо. Взращивает. Всё. Теперь мне что надо? Меб-зонтик бы сейчас. Эх. Нам вон туда. Там последний манекен. А без зонтика я туда не запрыгну. Ну, да. Ну, да, ну, да. Ну, ладно, пошли домой. Ну, как домой? Домой могу и не добежать. Жив. Молодец. А, ну, давай поставим. Да иди нафиг. Я свободный человек. Хочу, 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 хочу. Бегаю по улице. Хочу, нет. Растёт дерево. Отлично. Музыка играет. Не знаю, поможет это для роста дерева. Или не поможет. Но сосед может сейчас его сломать, конечно. Да нет, ему плевать. Так, я забыл третий манекен. Мне теперь нужен зонтик, чтобы добыть четвёртый манекен. Потом я выброшу зонтик. Так, ребят, тусим дальше. Тусим у меня пока. На день рождения пойдём чуть-чуть позже. Дайте мне зонтик. Надо попасть, забрать счёты манекена. Потом уже дело в шляпе. Ладно, я побежал. Ну, давайте, я бежу. Зараз, заметил. Заметил пёс. Эдакий. Давай. Отлично. Давай. По крайней мере, я знаю, где он находится. Он за моей спиной. А это уже большого стоит, я вам скажу. Так, главное, чтобы не задавили. Отсюда он будет ехать. Далее успею, я думаю. Вот сюда нам надо. Поехали. Тихо. Есть. Красавчик. Забирай. Есть. У нас есть манекен. Нам в ту комнату вообще-то надо. Ну да, бежим своим ходом. Ладно. А что это такое? Я что-то такое не помню. Надо зонтик мне дать. Дверь куда-то. А где это? Что-то открыть не могу. Ааа, я понял, что это за комната. Я понял, что это за комната. Это там, где генератор мы с вами включали. Хочу, не отключали. Всё, понял. Я просто её не развалил как следует. Ну и ладно. А это, это, это. А это, собственно, тоже знакомая нам комната. Всё, побежали. Вот теперь мы точно Мэри Поппинс. Отлично. Прямо в дом. Красавчик. Зонтик закрой. Плохая примета. Давай. Ну что, друзья, готовы идти? Пошли. Идём на дело. Нам теперь надо повторить то же самое. Нас четверо. Чё там дерево? Музыка помогает? Нет? Или он отключил музыку? Чё-то как-то грустно всё это выглядит. Не думаю, что она сильно растёт. Ну пусть растёт, я вам скажу. Пусть, пусть хотя бы мы будем верить в это, что он помогает расти. Хотя я мало в это верю. Ну всё, давайте сюда. Сейчас, масса. Почему твой зад постоянно здесь? И ключа нет, так бы сходил в комнату. Ну ладно. Ну ты так не вовремя, но приятель. Ну честно. Ну на день рождения и ты тут. Чтоб тебя. Немедленно же ж такое, блин. Как паука на стенке. Всё, ты ушёл. Учись, как надо по лестницам ползать. Акционер. Чё, заметил, да? У нас вообще-то... Нам... Нас бы вообще-то неплохо бы, чтоб нас это... Убили. Потому что мне надо сохраниться. Автосохранение сделать. Всё, я на месте. Я уже это... Этот район как свои... Пять пальцев знаю. Давай, нам на день рождения надо... Попасть. Ох! Да, тут я, конечно, махнул. Так, аккуратно. Подожди, тут теперь... Тут теперь надо попасть в комнату... С дыркой. Комната с дыркой, вот. О, тут ещё одна леечка есть, если что. Да не могу её взять. Так, всё, я на месте. Только на ведро не попади, ногу ещё подвернёшь. Давай. Ну давай же ж... Есть. Ну чё, я не знаю, как их расставлять. Тортики, в принципе... Камеры поставил, сволочь. Так, один, по-моему, потерял сознание. И не только один. Тут должен подарок, вообще-то, открыться. О! Есть, друзья! У нас получилось. Я так волновался. Ну что, поздравляю, у нас есть ружьё. Мы теперь можем ломать камеры. Хе-хе-хе-хе. Ну мы, собственно, можем теперь делать всё, что угодно. Сосед попал. Это второй секрет, да. Второй секрет, кстати, вот это тоже стоит взять. Это нам тоже пригодится. Для чего сейчас скажу, для чего. С трудом пока помню. Так, это можно? Ой, шикарно. Всё, я теперь не победим. Всё, камеры. Камеры, берегитесь. Правда, не помню, что здесь, к чему. Подожди, мне наверх надо. Ещё надо какую-то дверь открыть. Минуту, 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 минуту. Дружьё уже у нас. Всё, это полдела, считайте. Ага. Желательно, чтобы он нас сейчас убил, конечно. Чтобы меня сохранила игра. Иначе тут сейчас глюканёт что-то. И всё, придётся начинать заново. О! Сосед, иди нафига. Слушайте, он неплохо защищается. Где это? А, это я здесь же, да? Да, это я здесь же. Так. Нам теперь надо кое-что ещё проделать. Какую-то вещь. Как у нас там, кстати, растёт дерево. Дерево же ничего, я вам скажу. Так, сколько прошло времени. Наверное, всё-таки... Наверное, всё-таки граммофон помогает. Относительно. Спасибо. Всю жизнь мечтал о помидоре на лице. Так, ты надо снова в дом попасть. Твали. Ну, теперь я вооружён. В принципе, немного опасен. Сюда. Сюда. Тут я не помню, куда, как, зачем, да, что. Это не то. Это... Это тоже не то. Ещё нужны двери. Слишком мало дверей, я вам скажу. Вот это. Чё у нас закрыто? А, сюда я не залезу. А сюда с ружьём я, по-моему, и не войду. Да? По-моему, а себе брошу ружьё. А, меня закрыли здесь, да? А, ну да. С ружьём я сюда не войду. То есть, так открывается, так закрывается. Всё, понял. Понял. Так, ладно. Мне теперь надо другое дело провернуть. Это дверь, по-моему... Подожди, это что же это за дверь? Сейчас мы должны ружьё забросить в эту область. Видите, что творится? Дверь закрывается, какое-то ружьё туда попадает. Это не очень весело. Сейчас, сейчас, сейчас. Я попытаюсь вспомнить, там ещё была дверь с синим ключом. Я пытаюсь вспомнить, как туда попасть. Ключи я примерно догадываюсь, где, но... Но как туда попасть? Ладно. Ладно, ладно, ладно. Ладно, я думаю... Я верню, я вспоминаю. А, вот дверь с синим ключом. Есть. Дверь с синим ключом имеется. Теперь вопрос... А, так подожди. Дверь с синим ключом, это же... Нет, это не та дверь. Как нам туда попасть-то? Сейчас, 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 сейчас. Я пытаюсь вспомнить. Он не видит меня. А, вот эта дверь что-то не открылась. А, нет, открылась. Вот эта дверь не открылась. Вот эта дверь... Где что-то синий ключ-то было. Ладно, все равно нам надо время еще провести, чтобы выросло дерево. Я там как-то был. Ну, как я там... Как я там оказался? Уйди. Уйди, я вооружен. Я не помню, честно говоря, как я там отказался. Но дверь находится... Сейчас я попробую найти просто в обходняк. Скотина. Ага. Так что-то он везде камеру наставил. Смотри, это же камера. Да нет, освещение просто. Вот, вот эту дверь мне надо попасть. Вот она. Да нет, это не та дверь. Нет, не та дверь. А какая же дверь мне нужна? Да, здесь у него, конечно, разнообразие. Ну, че, дерево уже выросло, я вам скажу, до приличных размеров. Ох, машина. Жалко соседа не сбила. Короче, мне надо сейчас, наверное, попасть в центр дома. И побегать там посмотреть. Потому что меня берут сомнения насчет этого места. Я не помню, где она находится, что самое интересное. И как нам этот ключ достать-то? Хотя я вспомнил. Подождите. Мне надо было вообще оттуда уходить. Оружье-то я понятно, как пронести через дверь, где... Где нельзя проносить оружие. Твою дивизию. Прямо здесь. Нам надо вернуться там, где мы были. Сейчас провернем это же еще раз, эту операцию. Че-то я сплоховал. Там же был рычаг. Так, блин, он уже здесь. Вот, зараза. Пошел вон. Так, давай. Только не попади. Тут просто вагонетка. Сами понимаете, какие последствия могут быть. Точно, я тут... Блин, давай. Он уже идет. Я знаю, что делать минуту. Я вспомнил. Только не разбейся. Давай сюда. Блин, это нервы. Только ощущение, что он совсем рядом. Так, все окей. Все нормально, все в порядке. Давай сюда. Давай опять в эту дыру. Подожди, а что здесь? Какая-то дверь еще закрыта. Это не та дверь, которая нам нужна. Это не синяя случайная дверь. Вот здесь же мы с вами... ...могли сделать вот так. Вот, я же говорю, там рычаг был, блин. А теперь открываем вот эту дверь и берем магнит. Вот как это работает. Все, у нас есть синяя ключ. Я даже не знаю, что за той дверью, кстати. Вот этот вход с очень странной дверью. Вот сюда-то я и не мог попасть. Вот здесь. Все. Мы открыли этот проход, который был недоступен до этого. А теперь синий ключ. Синий ключ, синий ключ. Мы же хорошо знаем, да, где он лежит. Вернее, синяя дверь с синим ключом. Она находится здесь. Быстро. Я даже не знаю, что здесь. Очень интересно сейчас. А что это такое? А, это закрытая дверь была. Нафиг он нужен тогда? Скажите, пожалуйста. Вот это мы страдали из-за синего ключа. Вот чтобы сделать вот это, да? Что, серьезно? Чтобы открыть вот эту дверь? Это жестоко. Это жестоко. Ладно, меня надо убить. Мне надо сохраниться. Чтобы меня игра сохранила. Иначе я сейчас потеряю все ведро свое. Ведро. Какое ведро? Ружье свое. Если потеряю, это будет печально. Тем более мы открыли с вами практически все. Сосед, я здесь. Давай. Сосед. Меня надо убить. Сосед. Ну, где же ты, твою же дивизию? Кстати, как тут дерево. Обалденно. Оно уже выросло до нормальных размеров, я вам скажу. И растет каждую секунду. Смотрите. Я думаю, граммофон помогает, мне кажется. В какой-то мере. Слушайте, когда не надо... Его нет. Меня надо сохранить. Алло. Иди сюда. Ой, мне страшно. Да. Так. Только сейчас я ночью, наверное, не пойду. Потому что темновато будет. Я хочу, чтобы это все было видно. Так как мы будем там работать тоже в комнате. Вверху. Еще раз меня убей. Подожди, а что у меня лишнее? А магнит больше не нужен. Все. Ключ я выбросил в углу. Он тоже оказался абсолютно ненужным практически. Но ладно. Был и был. Теперь нам надо что? Зеленый ключ. Пусть у нас будет... Мы сейчас ходим кое-куда. Да. Хотя смерть не увеличивает дерево, между прочим. Время шло, как и идет. Но дерево растет, по-моему, хорошо. Вообще должно оно расти часа два, три или четыре реального времени. Но с нашим граммофоном, по-моему, оно растет быстрее. Хотя я не знаю ее реальных размеров. Его. Так, дайте мне еще что-нибудь бросить. Дайте, наконец-то, мусор из дома вынесу. Потому что у меня жесть не сложилась. Потому что у меня мусор остался здесь. О, грызочек. Ой, шикарно. Сосед, ну давай. Я же здесь. Сосед. Видите, уже окна разбил изнутри. Где ты? Наконец-то. Все, давай. Мне нужен свет. Мне нужно видеть, что я делаю. Все, давай, теперь мы разобьем огрызком дерево. Ой, окно. Блин, не разобьем. Смотри, какой бодрый. Хе-хе. Давай. Я думал, я огрызком не смогу это сделать. Блин, а мне сюда. Привык наверх все время лазить. А я что-то не слезу. Тут же забаговано все. Ай-яй-яй-яй. Ладно. А, все, я забаговался. Ой, спасибо, сосед. Если бы не ты, я бы даже не знаю, что бедил. Я, короче, завис в текстурах. Ну, это нормально. Это нормально. Так, давай теперь мусором забросим. Лучше, когда сосед тебя из текстур вытаскивает. Иначе... Иначе все очень печально было. Блин. Ну, это уже не по плану. Это уже вечер. Уже сутки прошли практически. Это не взять. Дерево мне нравится, как растет. Дай мой. Это мой мусор. Я имею право его взять в руки. Начинается забагованность высшей категории. А, мне наверх... Твою дивизию. Мне шли... Ай, кошмар какой-то. Ладно, давай так пройдем. Мне все равно наверх теперь надо. Нет, все-таки мне наверх надо. Я шли ружье не протащу. Хотя это уже не важно. То, что мы сейчас сделаем, это уже, знаете, формальность. Все-таки придется... Какой шанс, что он был в этот момент под этим окном? Вот скажите. Вот какой шанс? Нулевой, по-моему. Наконец-то сломал ему эту штуку. Так, люди добрые. Мне сейчас надо... Тут нифига ж не видно. Что-то я ж... Почему ночь-то не люблю? Привет, соседи. Тут вообще ничего не видно. Фонарик тут попробую найти. Так, главное, чтобы я не сбил вагончик. Отлично. Мне сюда... Мне сюда наверх. Сейчас мы будем жертвовать ружьем. Лучше, конечно, было это делать днем, но не знаю. Если что, игра сохранила. Главное, ружье не потерять. Все, прощай, ружье. Мы его с вами сбросили. И закрыли. Все. Ружьем... От ружья мы избавились, господа. Надеюсь, не навсегда. Так, тут есть более гуманный способ спуститься. Ну, просто его не видно. А теперь нам надо вернуться в дом. Сейчас, подождите, сообразить, куда мне надо вернуться. Да, мне надо вернуться в дом. И залезть в ту комнату, где закрывалась дверь. Все. Я сообразил. Подожди, сейчас должно приехать. Нет, сейчас не приедет. Давай обратно. Сливы, конечно, тут нет. А, так я же не слезу. Тут же все забаговано до такой степени, что пипец просто. Еще разобьюсь. У меня ноги даже не ходят. Смотрите. Повезло. Все, мы прошли здесь. Можно взять лампу. Она поможет. Какой-то свет. Так, вот сюда нас не пускали. С ружьем. Здесь, кстати, теперь закрыто. Ну да. Короче, бак все-таки работает. У меня ружья нет, между прочим. А он считает, что я прохожу с ружьем. А, нет, все нормально. Все, разбожилось. Отлично. Так, вот эту штуку надо нажать. И вот наше ружье вылетело. Я присел. Сосед где-то здесь. Конечно, в темноте сейчас что-то здесь сделать не самое лучшее время. Но, в любом случае, если он нас сейчас выкинет, ружье придется еще раз пропихивать через этот же способ. Все? Все, нашел. Так, давайте, ребята. Тут надо выстроить вот эти штуки. Не знаю, зачем. Наверное, надо. Нежелательно, наверное, время. Тут нифига не видно. Блин, пришел днем. Ну, это ж надо, чтобы сюда днем было прийти. Ну, ты даешь, приятель. Пипец. Вообще ничего не видно. Вы видите что? Я ничего не вижу. Вот это принесло меня именно ночью сегодня сюда. Чуть экран такой темный, не могу понять. Вот сейчас разве рассветляется? Вот это не надо, что ли? Это не надо. Это что? Это тоже не надо. А это пулька моя. Короче, поставь, наверное, сюда лампу. Вообще ничего не вижу. Думаешь, с лампой будет лучше? Не думаю. Все, мы тут что-то сделали. Что-то закрыли, что-то открыли. Сказать, что именно тру... А, решетка открылась. Тихо, я присяду. Он здесь. Решетка, которая была закрыта, теперь открыта. Видите? Да иди нафиг, я присел, ты меня не можешь видеть. Хотя он, по-моему, здесь. Что-то за решетка. А, это та же дверь, которая... Это обычная дверь. Я думаю, эта дверь куда-то ведет в новую локацию какую-то. Нифига она ни в какую новую локацию не ведет. Открываем это, закрывается это. Понятно? Все ясно, как это работает. Вот так мы открыли дверь. Ты меня не видишь, понял? Я вообще-то сидел. Я вообще-то сидел на корточках. Все, друзья. В общем, мы разобрались с той дверью. Короче, с помощью вот той двери. Двери, где мы с вами были, когда стреляли с этих вот пистолетиков, мы с вами открыли тот самый рычаг, который можно было открыть туфелькой, помните? Короче, теперь нам надо только дождаться, пока вырастет это прекрасное дерево. Можно поливать, можно не поливать. Поэтому дело наше. Можем бегать сюда еще с ведрами, чтобы ускорить все это дело. Можем не бегать. Ну, там мы, по-моему, все закончили. Навык, вообще-то, приседания должен работать, как навык приседания. Вам не кажется? Даже если он тебя увидел. Мы что, в супермаркете его применяли? Именно так. Ну, ну, давай. Вот этот рычаг, который раньше не открывался. Кстати, вот эта дверь теперь. Ну, да, это будет закрыто, пока я туда опять не войду. Снова вот этот рычаг. Вот тот ключ, который, помните, мы не могли открыть. Вот этот рычаг и решетка, которая его закрывала, теперь поднялась, когда мы попали вот этими выстрелами в нужный предмет. Ну, все. Кстати, можно, по-моему, теперь ружье сюда засунуть просто. Там меня не хочу бросать, а вдруг оно не пролетит. Будет очень весело. Ну, все. Теперь надо только дождаться появления... Откуда ты здесь? Появление этого... Как его? Дерево, чтобы оно выросло у нас. Даже эта дверь уже... Все, все открыто. Короче, все абсолютно открыто. Вон, пожалуйста. Дерево растет под музыку. Все хорошо, все рады, все счастливы. Побежали. Последнюю пройдем мини-игру, которая у нас осталась. И последняя дверь с ключом. Ключ, кстати, тоже больше не нужен. Давайте туда завалимся. Страх школы, по-моему, называется, да? Как раз здесь побегаем, и у нас... И у нас с вами откроется... Подожди, я уже забыл, что делать. А, все понятно. Тут хоть прячься, хоть не прячься, все равно у тебя ничего не выйдет. Все, теперь ждем звонков и перемещаемся. От звонка до звонка сидим, короче. Один звонок для учеников, второй звонок для учителя. Сейчас ученики бегают. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ждем, ждем, ждем Да все, я уже добежал Нафиг, нафиг, нафиг Все получилось Давай, главное тут нажать пробел, успеть Все у нас с вами получится Все, мы получили последнюю способность, которая нам позволит отталкивать соседа Ну тут от удачи зависит И прохождение первого Все, сломали эту штуку И прохождение первого этапа Потому что дальше они уже спокойнее себя ведут И учителя нет, все, отстань, отстань, отстань Приятно, что мы его бьем Так, дерево уже, я вам скажу, солидных размеров Может сейчас попробуем пополивать Все, друзья, мы открыли все секреты полностью И дело здесь больше нечего Соседей, а только под машину еще не попадал, конечно Давайте теперь займемся поливательством Подожди, ружье так, нет, ружье пусть будет Нет, ружье можно Ты что, себе в дом заглядываешь, что ли? Давайте положим это ружье все-таки Чтобы не потерять И бинокль нам тоже понадобится Наверное Теперь давайте возьмемся все, что можно наполнить Ну, ведро, конечно, сложно наливать А где я видел еще этот Лейку одну У него в доме? Где-то я ее видел Чайничек, где я видел? Сосед, дай мне чайничка Сосед, блин Сосед Колесо твое от машины Извини Извини, не выдержался Ладно, давайте не будем, наверное, искать Чайничек, мне хватит, в принципе, этого ведра И хватит вот этого ведра Если сейчас сюда залезть Все равно делать нечего Сейчас мы будем с вами ускорять Рост дерева Тут по звуку можно определить Тут я не знаю как А, ведро? Ну, не всякое, конечно Ладно, я думаю, хватит Сидеть, поливать Нет, оно уже нормально Но нам надо в 10 раз больше, наверное, его Ну, что, получается? Надеюсь, что да Делаю, что могу А может, уже и поздно его поливать Может, он уже и так большой Затой 4 сразу за раз принес Не знаю, что там вверху делается Но ствол увеличивается Смотрите Да, уже неплох Уже, я вам скажу, неплох Хотя, надо больше Давайте еще 4 принесем Довольно долго, наверное А музыка что, не играет? Музыка не играет Вот пес, он ее выключил Вот теперь прям видно Как на глазах растет А до этого просто стоял А я думаю, что он остановился В росте-то своем А это, зараза, я его выключил О, тут у меня еще кладовка есть уютная Так, давай Давай еще нальем водицы А я думаю, что такое? Рост остановился вообще дерево Сейчас заполним это, заполним то Тут не слышно, кстати, на этом ведре Еще 4 принесем Правда, если крышечку открыть Наверное, быстрее будет набираться У каждого свои методы Не знаю, набралось, не набралось Музыка играет? Да, музыка играет Это хорошо Давай По-моему, сейчас уже бесполезно поливать Мне кажется Но я все равно буду это делать Потому что больше ничего делать Давай еще это Такую музыку я расту, чувствую Уже вылил столько воды Тихо Все, побежали Уйди Он выключил музыку Он, наверное, ее выключил Музыка должна играть Где мое ружье? Здесь уже все открыто Здесь уже делать даже нечем Музыка играет Да, все в порядке Надо, музыка играет Все, пусть музыка играет Дерево растет Ему еще расти, по-моему Очень и очень долго Отвали Ну ладно, друзья Я ставлю, наверное, игру сейчас Как она есть Потому что реально Очень долго ждать И мы с вами встретимся Когда дерево вырастет Это будет, собственно Последний секрет В акте Номер 3 Но дерево еще долго расти Судя по всему Но там где-то половина еще А сколько мы с вами Серию Отсняли? Час где-то? Минут 50-40 То есть еще минут 40 Наверное ему расти В общем, когда полностью Оно вырастет Мы с вами Снова продолжим Третий акт Да Там кое-что должно появиться На этом дереве Но у меня есть Одна проблема Я не знаю, куда То, что появится На этом дереве Применить Потому что То, что мы должны Применить Здесь отсутствует Вообще Оно должно быть В этой траве Такая Его нет уже Я не знаю, куда Его применять То, что там появится Или оно уже Не появится В общем Посмотрим Не знаю Не знаю Сейчас я еще К соседям зайду Здесь должен быть Один музыкальный Инструмент Или здесь Или там Ну Но я его не вижу Ни здесь Ни там Ну куда его спрятали Ну не там же Это точно Да отвали Я не у тебя дома Обалдеть Ты что, офигел Что ли Я не у тебя дома Или это твой участок Подожди Че ты тогда участок Если это Соседи вон А, это твой участок Что ли Че ты возмущаешься Давайте тут еще посмотрим Может я тут что-то Не усмотрел Да нет Тут я точно Все бы увидел И тут я бегал Несколько раз И здесь ничего нет Это я вам гарантирую Ну Туда меня не пустят Я бы еще туда С радостью сбегал Да и сюда тоже не пустят Воу Бешеные машины Е-мое Ну что Дерево еще больше стало Ждем 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 И верим Что что-то появится Все Друзья Перерыв Перерыв до полного Взращивания дерева Ну что Друзья Это произошло Дерево выросло В реальном времени Наверное заняло Примерно Часа два Причем из игры Нельзя выходить И игру нельзя Сворачивать То есть я просто Стоял здесь Оставил персонажа И он смотрел Как растет Эта громадина Посмотрите Какой ствол И я вам скажу Что вот эта пластинка По моему Ничем особо Этому дереву Не помогло Но самое главное Конечно Здесь выросло Вот оно На дереве Появилось Подожди Я выбросил От счастья Даже бинокль Появилось То самое яблоко Которое нам нужно Единственная проблема Что нам некуда Его дальше применить Просто как достижение Ну в любом случае Давайте его собьем Раз оно то есть Нужно тогда Его оттуда снять Но сам факт Что да Очень долго Это дерево Росло И росло Прямо На глазах Можно было наблюдать Как оно Постепенно Поднимается И поднимается Видите Уже не видно Фактически У того шкафа Который Раньше был Здесь недалеко Виднелся Ну что Берем Нам надо сбить Это Яблоко Что ж Мы зря его Растили что ли Только надо попасть Можно конечно С ружья пострелять Но я сейчас Попробую еще попасть С помощью ящика Тут Дерево У нас Не Слишком Твердое Все предметы Через него Просто пролетают Откуда Ладно Давайте попробуем С ружья Ящиками Бросать не Вариант Да и всем Остальным Тоже Как нам туда попасть Сосед Правда мешает Малость Ладно Сейчас мы Отлечем Ружье конечно Тоже не совсем Не совсем Эффективное Так Давай разбегаться Блин Он не отстает От меня Жалко что Он его не сбивает С ног Окна то мы Разбиваем Конечно Но соседям Наверное не Разобьем Ну ладно Сейчас попробуем Сбить это Яблоко Не получится С ружья Тогда будем Бросать что-то Другое Надо бросать Что-то Маленькое Подожди Можно с забора Попробовать Ну Хоть Бери Струйящики Такое ощущение Что мы попадаем Но яблоко Чего-то Не слетает Так Давайте тогда Что-то Бросать Поменьше У нас Новая Проблема Твоё ж дивизию Куда Она летит Целишься Кажется Туда Куда Надо В итоге Получается Не Очень Твоей Блин Не попали Иди отсюда Ну ладно У нас тут Много Предметов Можем Еще доску Запустить Ух ты Там еще Прыгает Яблоко Не забрал Хоть Нет Висит Я ему попал Доской Доской По голове Извини Я не хотел Особо сильно Это делать Так Ну что Может быть С соседнего дома Тогда попробуем Ну не знаю Мы туда Не попадем И он Тоже Яблоко Теперь Слышите Выискивает Да нет Ему плевать На это Яблоко Так Ну давай Побросаем Еще Могу понять Как в нем Попасть Вот так Бросать Сильней Вот так Почти получилось Давай еще Пойди Я с ружья Должен был Достреливать Давай Вот так Надо бросать Давай сюда Да Я понял Еще чуть-чуть Ниже И Все будет Так Давай попробуем Ниже Брать Вот сюда Надо брать Вечный Миллиметр Да что Что такое Дайте еще Что оно падает О Сбили Обратной стороной Хватает Сейчас исчезнет Есть То есть Когда оно Прилетело Обратно Эта урна Зацепила Яблоко Смотрите Вот оно Действительно Золотое Выглядит Очень 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 Неплохо А вот То самое Дерево Которое Вырастило Ну что Круто Мы Его Добыли Ну что Я скажу Следующее Что В Альфа Версии Игры Это яблоко Можно было Запихнуть Кое куда Кстати Ну не туда Кое куда А в другое место Нам нужен зонтик Нам нужно Ружье Нам нужен Бинокль И это яблоко Видите Оно среди Предметов Выделяется Так вот В альфа Версии Был Граммофон Для этого яблока Я не зря Сюда бегал В эту Область Чтобы Его здесь Отыскать Но в релизе Его убрали И это яблоко Теперь чисто Как достижение Что оно у тебя Есть Ну круто На самом деле Наверное И больше Яблок здесь Нет Оно одно Но мы попробуем Кое что еще Сейчас Так как у меня Яблоко есть Не знаю Может мы Сами сохранимся Да давайте Наверное Сделаю Контрольный Сейв Хотя Лучше Наверное Умереть Чтобы был Автосейв Потому что Контрольный Сейв Может не Сработать Ладно В любом случае Давайте Контрольный Сделаем И попробуем Кое что еще Все Я сохранился Дайте мне Вот это Нет Мне наверное Лучше взять Вот это И сейчас Попробуем С вами Последнее Последнее Что можно Выжать Из привет соседа Я сломал У него все Камеры И мы Это выжмем Давай Блин Он уже Закрыл Эту штуку Вот Зараза Он же Закрыл А так Можно Да Можно С оружием Теперь Можно Все Нет Он не Открывается А что Такое Это Как же Наверх Попадем Попадем В любом случае Я два Раза Просто Выстрелил Вот Один раз Надо Выстрелить Тогда Все Будет Окей Да Без Ружишка Сейчас Пришлось Строить Все Заново Ружье Конечно Помогает Очень Сильно В борьбе С соседом Тем более Можно его Чуть-чуть Притормозить Так Мне нужно Попасть Побежали За этой Штукой Дайте мне Зонтик Мне нужно Попасть 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 Ну Желательно Бежать За ним Чтобы Нас Не Раздавил Вот Сюда Вот Вон Тот Вот На ту Площадочку Опа Есть Это Секретное Место Друзья Это Абсолютно Секретное Место Кстати Можно Было Попасть Через Окно В него Место Которое Может Нас Конечно Заглючить Но Вот Смотрите Приседаем Здесь Проникаем В эту Область И Здесь Есть Темная Комната Темная Комната С Unreal Engine Missing Script Со Скриптом Который Отсутствует То есть С помощью Этой Штуки Мы С вами Сейчас Возможно Игра Конечно Заключит И Вылетит А Возможно Выберемся За Пределы Нашего Района Давайте Попробуем Да Удалось Друзья Удалось Мы С вами Вышли Вышли Через Скрипт И Оказались На Кладбище Теперь Мы Далеко За Пределами Поселения Соседа Знаете Где Мы Возле Могилы Его Жены Вот Ее Фотография И Вот Ее Могила То есть Нам Показали Кладбище Помните Мы Видели Храм Дома Соседа Вон Оттуда Который Витал В воздухе И вот Мы Возле Него Оказались То есть Благодаря Этой Секретной Комнате Мы Оказываемся Вот Возле Ее Могилы Здесь Здесь Еще Есть Другие Могилы Но Та Могила Выделена И Оформлена Даже С ее Фотографией Ну Фото Такое Просто Силуэт М13 Есть Еще Какие Здания Но Это Все Бутафория Благодаря Этому Выходу Мы С Вами Можем Теперь Осмотреть Окружающий Мир То есть Туда Куда Нельзя Было Выйти До Этого Момента Понятно Можем Взять Зонтик И С помощью Него Даже Летать Над Этим Миром Посмотреть Местные Красоты Может Быть Куда Нибудь Да И Выйдем Сейчас Побегаем Немного Так У нас Все Улицы Перекрыты Невидимыми Стеклами Дальше По ним Не пройдешь Это Надпись Была Плохая Написано Какой-то Городской Совет Наверное Тоже Домики Ну Прикольно Я не знаю Почему Привет Соседи Так Ограничили Очень Пространство Посмотрите Ну Есть Ж Мир Можно Было Бы И Более Масштабное Что-то Придумать Можно Здесь Гулять Не Просто Так Что Ты Зависишь Где-то Пожалуйста Входи Гуляй Подходи К зданиям Делай Что хочешь И тем более Это делается Выход в этот мир Через ошибку Давайте Оббежим Это озеро Кстати Чтобы Чтобы Получить Достижения Нужно Подойти К каждому Изданий Вот Например К этой Фабрике Потом Потом К заправке Потом К больнице И это Поддельные Достижения Которые Тебе Заносятся В архив Не знаю Зачем Это Делать Лучше Придумали Будь Какой-то Открытый Мир Который Вполне Реально Реализовать Оказывается Было Конечно Все Видите Вот так Все Выглядит Чисто Чисто Вот такая Вот Картонка Стоит И считается Что это Фабрика Все равно Интересно Ну Сейчас Еще Поверим Озеро Я думаю Это Последнее Место Где Мы С вами Побываем Тут Кое-что Есть По-моему Интересное Не знаю С какой Стороны Но Это Есть Воду Я не знаю Можно Падать Или Нет Я Наверное Не буду Это Проверять А вот Озеро Кое-что Хочу Еще Проверить Посмотреть То есть Могилу Жены Мы Нашли Дочь Получается Он Закопал У себя Во дворе А сын Получается Вообще Исчез Где-то Да Никто Его Не смог Найти Или Сбежал Или Куда делся Сын Его Понятно Что он Был В подвале Ну А потом Куда Это Тоже Другая Конечно История Так В озере Плавает Вот Что Кусок Антенны Которая Которая Дымится Сейчас Еще Побегаем Вокруг Озера Там Еще Что-то Лежит С той Стороны И плюс Еще Корабль Какой-то Там В центре Этого Водоема Тут Машины Ездят Смотрите Свободно Вот Еще Какой-то Автомобиль Возможно Это тот же Автомобиль С которым Произошла Авария У соседа Это как бы Не Нереальный Мир Может быть Это опять же Его фантазия В которую Мы с вами Попали А вот Интересная Вещь Друзья Вот Тот Самый Граммофон Который 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 Должен Был Быть В тех Самых Кустах Его Положили Вот Зачем-то Здесь Я Кстати Могу Взять Пластинку Только Не могу Никуда Ее Применить И могу Попробовать Применить Сюда Яблоко Ну Не знаю Наверное Это Не выйдет Ничего Сделать Нет В этот Граммофон Засунуть Нельзя Поэтому Можно Смело Сказать Что Из Релиза Граммофон Вырезали И Теперь Это Яблоко То Просто Как Символ Чего-то Совместного В семье Соседа То Что Он Делал Возможно Со Своей Семьей Что-то Выращивал А Сам Граммофон Вот Теперь Здесь Валяется На Кое Он Здесь Нужен Не Знаю Ну Что Я Ничего Выбрасывать Не Буду И Собственно Зачем Можем Еще Попробовать По воде Походить А Я могу Ходить По воде Я не Тону Пошли Тогда Посмотрим Что Здесь Кстати Акула Механическая Та Самая Да Та Самая Механическая Акула Которая Плавала У нас Во Втором акте Здесь Еще Кораблик Вообще Мир Можно Исследовать Соседы Долго Здесь И заправка Есть И больница И что-то И полиция По-моему Есть Но Ни с чем Особо Нельзя Взаимодействовать Кроме Вот Этой Пластинки Которая Здесь Валяется Но Она Уже Ни на Что Не Влияет Вот Она Я бы Ее Взял Но У меня Много Других Предметов Есть Ну Все Друзья Я думаю Давайте Мы Наверное Закончим Из Соседа Привет Который Мы Выжили Все Что Можно По Максимум Даже Вышли За Пределы Зоны Которые Нельзя Покидать Интересно Мы Сейчас Вернемся Домой Да Стены Будут Присутствовать Или меня Не пустят Опять Домой Я Вот Уже Близко Возле Мельницы Скорее Сего Этот Скрипт Убирает Стены Да Ну Да Я Дома Машина Носится Да Я Дома Снова Нет Я Не Дома Назад Уже Войти Нельзя Видите Возможно Есть Где-то Другой Скрипт Я Оказался Уже С другой Стороны И Меня Уже Никто Обратно Не Пустит Но Тоже Вариант Тоже Вариант Посмотреть Мир Там Где Мы Не Бывали На Протяжении Всей Игры Ну Что Все Друзья На Это Мы Прохождение Привет Сосед Заканчиваем Первая Часть А с этой Версией Игры Мы Закончили Все Секреты Разгаданы Жалко Что домой Нельзя Вернуться Домой Бывернул Смотрите Даже Даже Пульки Не Пролетают Все Закрыто Барьером Даже Сосед Меня Теперь Больше Не Увидит А Жаль А Жаль А Жаль Я Буду По нему Скучать Грустная История Конечно Получилась Но Очень Интересная Увлекательная Головоломки Конечно Хорошая Но Я бы Конечно Еще Использовал Весь Этот Потенциал Открытого Мира Чтобы Придумать Больше Головоломок И Больше Развить Эту Историю Соседа Но Как Вышло Так И Вышло Все Всем Спасибо С вами Был Дмитрий Канал Шедвель Игровые Миры И до Встречи Уже В приквеле Привет Сосед Который Тоже Скоро Появится Нашему Канале Пока